добрый день друзья я продолжаю свою серию выпусков про безнасадочную ловлю и у нас на очереди это удочка типа балалайка для безнасадочной ловли те которые я использую поскольку я заострял внимание на том что не люблю привязывать на рыбалке мормышки я лучше вожу с собой необходимое количество удочек уже оснащенных отстроенных и поскольку я ловлю все-таки на на одной в практически реке но иногда заглядываю на пруды все равно условия ловли течение глубина рельеф и прочее очень очень разные вот поэтому приходится иметь такое количество удочек я о них вам расскажу и порекомендую вот некоторые модели и так все они балалайки вот две удочки практически они одинаковые различаются только цветом одна оранжевая другая зеленая это удочки крайне легкие обладают низами не минимуми свойствами такой кивок очень живой практически не кивок а хлыстик практически как кивок и продолжение его рессорный конусный стальной кивок очень хорошо она работает но для основном белой рыбы когда необходимо деликатная и замедленная игра легко и управлять тому же облегченный абсолютно здесь кольцо и очень удобно и работать точно такой же является и вторая но ужасно в санам самодельным кирком это я уже использовал на окуне иногда я беру эти удочки и нормально ловлю одна у меня пожалуй вот здесь представлена обычная балайка уже тоже оснащенная вон гвозди кубиком когда-то за ней все гонялись вот это окраска фиолетового индико называется окраска кубика тоже удобная удочка и пользуется большинство без насадочников но тяжеловато на мой взгляд а так отстроенный хороший хлыстик такой подвижный и все внутри как положено если еще здесь промазать вазелинчиком да вот эту вот катушечку все здесь отлично с удовольствием пользуюсь этой удочкой вот это особая класс моих любимых пожалуй удочек покупал их на рынке очень давно китайские какие-то удочки но дело не в том и было у меня много осталось вот несколько но я их модифицировал настолько что они стали мне как родные у меня и рука то заточена под них но во первых асимметричное расположение хлыстика хлыстик конечно не родной короткий и жесткий я бы предпочел конечно более но не ставлю более мягкие потом я выкручиваю отсюда гайку она мешает мне играть нормально выкручиваю всегда и свой самодельный кивок вот огруженной все и она у меня работает благодаря асимметрии и тут все механические части отстроены уже смазаны и при пригнаны поэтому меня это рабочая удочка номер один пожалуй я вообще без него не могу без двери и вот практически вторая же такая значит то же самое только лишь такая же асимметрия только лишь вот это хлыстик сделан из стержня ручки и из-под от ручки разного диаметра это нам дает возможность пропускать внутри леску и здесь ничего как вы понимаете не примерзает ни к чему удобно дешево и сердит полная внутри стержень из-под шариковой ручки тоже ею с удовольствием ловлю вот это вот у меня ну все знают модель этой удочки вот на старая избитая очень легкая для самой мелкой такой деликатной ловли где лески используется от 0 6 до 0 0 6 до 0 0 9 она незаменима с легким кивком и с маленькой мормышкой такая же вторая правда тут что-то я навесил здоровенный дровяной мормышку но это не меняет сути а вот это вот две удочки у меня для больших глубин тоже великолепно отстроены вот одна это для больших глубин сильным течением тоже хорошо они работают с фрикционом и вот это вот я так понимаю это артуда нет вру лекс здесь написано удочка лекс вообще ничего не весит играть можно прицепить к скотчем к пальцу играть ею и будет прекрасно ну вот это те удочки которые у меня лежали в запасе сейчас я покажу те удочки которая у меня рабочие ну как рабочие которыми я работаю в этом сезоне ведь каждый сезон не похож один на другой вот запасные части тоже у меня листики разной жесткости набор стальных кивков значит предпочитаю перевозить переносить удочки вот таком вот удобном футляре и вот собственно с рыбалки их и принес сейчас я вам покажу и эти удочки то есть те которые я в этом году использовал здесь и запасные кивки вот так все это отстегивается и так вот она красавица это удочка ультралайт маленькая для весов ну 0 8 грамма больше больше и нет и не нужно ставить ультралайт вот это рабочий вариант для крупной рыбы но не буду уже доставать видите та же самая знакомая мама симметрия не в середине а вот сбоку это очень для меня важно работает она как часы меня это удочка мормышка зацепилась чем неудобства этой штуки мормышка сразу покажу вот она буквально только что ловила окуней вот она мотайгер нам цвете и опять это уже наверное сегодня четвертая тоже такой раз асимметричным расположением христика очередная балайка тоже выкрученный здесь шплинт все здесь работает фрикционы все налажено в общем эти у меня удочки они очень давно и служит мне очень долго исправно дальше уберу я с вашего позволения это эту вещь известная вам уже по роликам в этом году вот эта балла очка очень удобная все тут уже тоже настроена еще один но это не ультралайт а light вернее это был ультралайт ведь такая маленькая мамашка тут 035 грамма это ультралайт да у меня есть градация среди зимних удочек на ультралайт light medium и heavy да вот а вот это вот я перепутал вот это вот получается у нас light побольше мамашка все но они похожи по форме это вот в этом году я бомбил бомблю на них вот так ну и наверное вот это будет последний на сегодня это опять же но если мы будем брать по классификации спиннингов то это хэви тоже для больших глубин полутора граммовая гвозди кубик гвозди шарик тут латунная этот латунная бусинка чуть для тяжел тяжелая удочка вот из используемых мной настроенных удочек для нормальной успешной ловли в любых местах вот этого комплекта достаточно для того чтобы ловить на безнасадочную мормышку вот я считаю это вполне приемлемо иметь такое количество удочек потому что условия очень разные и мы бывать подаем разные условия в разные места и меняя не мормышки а удочки всего они все отстроены если рыба есть особенно такая к плотва можно даже не играть просто поднимать да и окунь не откажется особенно если где присутствует течение она сама рыба хватает хорошую мормышку которая нормально без анимации даже а так но такие дела спасибо за внимание